Всем привет! Меня зовут Андрей, я работаю в компании Техносерф в департаменте больших данных. Я там отвечаю за развитие ГИСового направления, периодически даже успешно. Сегодня хочу немножко порассказывать про всякие разные движки, которые мы используем в себя в работе для распределенных вычислений. Что такое большие геоданные, для которых обычно эти движки применяют? Это, скажем так, то, что начинается от терабайтов. Например, один из больших датасетов, который часто рекламируют как Big Data, это не роботакси, но он на самом деле такой большой. Там 100 гигабайт, и с ним даже постгис вполне справляется. Даже с историей права PSM постгис может справиться. Но когда начинается развлекуха с цветами по нескольких терабайт, а тем более с растрами, то на помощь должно прийти что-то уже чуть-чуть похитрее, чем простые лицонки. А, вкратце, Big Data. Ее много, и все очень плохо. До последнего времени движков для работы с геоданами особо не было. Избринялись различные велосипеды разной степени удачности. Мы вот в прошлом году пробовали всякие разные инструменты на Spark, и, честно говоря, нам ни один из них не понравился. И мы начали копать уже в сторону готового фриворка, посмотреть, а что же там бывает. Какой вопрос народу? Кто что знает про Хадук? Кто-нибудь что-нибудь знает? Слышал? Он большой. Словом, да. Он достатит. Безусловно, Хадук, Хадук, эта штука медленная и большая. И в том-то и дело, что работать надо на ней с большими данными, которые просто переварить при вертикальном масштабировании вашей схемы невозможно. Это все сделано для горизонтального. Шартинг все дела. Собственно, небольшая история. В начале 2000-х в Apache Foundation был проект Apache Natch, который был ориентирован на новый предководвижок с быстрым поиском. Про Big Data тогда никаких вообще разговоров не было. И тут, в начале 2000-х, Google обработал свою концепцию MapReduce и описание Google File System. И цепь вот закрутилась. То есть в начале решили использовать эти технологии. И в 2006 году от них отточковался Хадук, который сначала получил значительную поддержку, в том числе финансово и Аху. А потом на него начали переходить многие цифровые гиганты. И в 2008-м он стал топ-проектом Apache. Вкратце о том, что такое MapReduce. Это, в общем-то, идеология развеяния задач на партиции, которые мы выполняем кусками. И потом сливаем воедино. Глубляться, пожалуй, не буду, чтобы никого можно не уносить. Собственно, это архитектура ACFS, которая была сделана на базе Google File System. Это распределенная система, которая, используя множество серверов, позволяет работать с файловой системой как с единым целым. И далее начался тоже интересный проект. Это Apache Spark. Его стартал в 2009 году в UC Berkeley. Когда местные, теперь их модно называть Data Science, решили, что для задач машинного обучения стандартная процедура Ходук не очень подходит, потому что он использовал идеологию, что он посчитал, сбросил на диск, посчитал, сбросил на диск. И для итеративной задачи это было, ну, очень медленно. И они решили использовать идеологию InMemory. Она оказалась удачной, получила поддержку. В 2014 году ушла, наконец, Apache Foundation. И в 2014 году это стал топ-проект Apache. Apache Spark это, в общем-то, целая экосистема, которая позволяет работать как с потоковыми задачами, с SQL, с машинным обучением и с графформией. Еще немного про Gimula. Это, в общем-то, тоже довольно интересная система, которая приблизила распределенное вычисление к SQL-идеалогии. Они взяли за основу Google Bigtable, тоже публикации, и, в общем-то, по сути, скопировали ее. В то же время еще Apache HBase и Cassandra туда же ушли. Самое интересное, стартовал он в 2008 году при поддержке АНБ, Агентства национальной безопасности. Но в 2020 году их лишили этой поддержки и сказали, что это слишком неинтересный для нас проект. Как это, собственно, выглядит? Есть большая логическая таблица, и она взвана на партиции. Собственно, та же идеология, что в HDFS, только с SQL-ным представлением. А теперь о том, что же происходит с развитием геотехнологий. Внутри Eclipse существует рабочая группа Location Team, куда входят различные разработчики из разных фирм. Из знакомых ребят тут, в общем-то, карта Eboundless. И, конечно же, без поддержки OGC и OSGEO хотя бы формально не обошлось. Естественно, там же подмешаны и Google, и Esri, но они везде. Идеологически в основу всех этих систем заложено пространственное протиционирование расчета. Оно бывает разное. Бывает по скандартному гряду, когда мы разделяем местность, в общем-то, по сути, на тайлы. Бывает на Quad 3. Это когда мы эти тайлики еще внутри разбиваем на 4. STR, STR+, там хитрый оверлэпинг. KD3. И еще очень популярные штуки — это пространственные заполняющие кривые. Это Z-Curve и Hilbert-Curve. В общем-то, это фрактальная трехмерная кривая, а иногда даже N-мерная для образования гиперкулов. Как вообще это выглядит? По сути, мы соединяем наши партиции по Z-Индексу. Есть стандартное построчное игрование, но тогда мы получаем очень большие разрывы при переходе от одной партиции к другой. HILBERT-Curve — это довольно популярная при заполнении, но при этом, что удивительно, Z-Order до сих пор работает отлично, несмотря на то, что это самая простая модель. Иногда используется HILBERT-Curve, а все остальные я не увидел ни одного примера использования в расчетах. Есть некие научные труды, как можно использовать эти кривые. Но в прикладной никак не отразится. Как вообще выглядит заполнение? Это фрактальное заполнение поверхности. Постранство заполняющей кривую. Как это может выглядеть на карте? То есть он разбивает по партиции. Либо HILBERT, либо Z-Order. Как это выглядит в трехмерном пространстве? К сожалению, не могу представить, как это выглядит в четырех- или пятимерном пространстве. Не хватало. Так выглядит Z-Order в трехмерном пространстве. Существует целый проект, написанный на скале Z-TF-Curve, внутри группы LocationTech, который позволяет использовать все эти протестирования и индексирования по Z-F-Curve в своих проектах. Написано все на скале. Ну, естественно, можно из скала, из бетона и из Java этим пользоваться. Один из самых старых проектов, это Special Hadoop. Чуть позже перенавался в GeoGenie по причине патентных троллей, которые, как казалось, Special Hadoop уже где-то зарегистрированы. Это базовый набор инструментов для тех, кто привык работать в Hadoop и в чистом MapReduce. И кто не готов развлекаться в SMM. Там представлены стандартные географические типы, точка по либоной линии. Представлены географические индексы. Используется Quad 3. Простенький. И стандартные географические операции. То есть пересечения, буферы, в том числе плотность. То есть можно строить модные хит-папы. В общем-то, в основном, оно используется для строения хит-папов какого-то огромного количества данных. В общем-то, это... Я, кстати, забыл, что это. По-моему, твиты. Другой проект. Это GeoMesa. GeoMesa было... Вообще, существовало два проекта, которые развивались параллельно. Но один сначала под закрытой лицензией. А теперь, вон, наконец, открыли в GeoWay. И изначально под открытой лицензией делался GeoMesa. GeoMesa делался как плагин для геосервера. Который позволял работать с... Accumula. И с данными, хранящимися в Accumula. В том числе, там всякие плагины, во-первых, для использования Kafka. Это поточное решение. Spark Streaming. И Apache 100. В общем-то, все это для настраивания... ...пространственно-временных потоков данных. Это наиболее зрелый проект с точки зрения разработки. То есть он уже пророкирован как менеджер. И фондом Location Tech он рекомендуется к продуктивной среде. Все написано на Scala. Соответственно, сделана нативная поддержка Spark SQL. Ну и можно на Python и на Java с этим развлекаться. Классический пример, который у них размещен на сайте. Пс, GIF-ка не работает. Главное. На сайте у них это GIF. Это они визуализируют New York Taxi. Как раз те самые 100-гигавайи пространства в временных данных. Все красиво бегает, все шустро. Плюс они позволяют делать быстрые пространственные фильтрации. Все шустро, все красиво. И параллельно ему развивался GIF. В принципе, многих может он привлечь тем, что он написан изначально под мапом. Я думаю, для многих это, конечно, знакомые слова. То есть он на Java или под вапом? Он написан на Java, но он использует render-вап. Чтобы работу. Да. Ну, как всегда. Кто использует? О ком речь? Геовы. Проект Геовы. Изначально он использует для визуализации значительных объемов данных. Ничем примечательным он от GeoMesa не отличается. Единственное, что они у себя реализовали больше движков для забора данных. Это CumulHBase. Еще Кассандра. О, я забыл. В общем-то, красивые штуки. О, вот это дело. Красивые штуки в стиле здрава. Так, собственно, сейчас. Вот здесь это данные Microsoft. Они у себя, как это называлось, T-Nayborhood. Т-Nayborhood назывался проект. Они опубликовали какое-то огромное количество телеметрии всякой разной. И с помощью GeoWay все это визуализировалось. А это, собственно, правки ОСМ. Визуализированные с помощью GeoWay. Правда, на какой-то бот. На 2015, по-моему. И один из, пожалуй, наиболее полюбившихся NAB внутри себя движков — это GeoTrails. Он позволяет классно работать с растрами. Это читейший memory. Все написано изначально на скале. Позволяет работать с любыми географическими абстракциями в Spark. Векторные операции пока в разработке, но, в принципе, они в девелоперских версиях встречаются. Их можно использовать. Плюс они поддерживают облачные кластера. То есть эта штука нативно встает на S3Cloud, амазонский. И классно, красиво считают растрами. У них на сайте огромное количество примеров. Они именно интересны в том, чтобы их крутить вживую. Потому что это на лету пересчитывание растров. То есть все оверлейные операции и прочее. Собственно, да. Это у них довольно простое профессионирование внутри. Хотя используют они Z-Curve идейно, но в итоге режут по Quad3. Один из примеров, опять гифка не работает, это моментальное пересчитывание зоны затопления. В общем, с помощью... Ну вот, я не помню, у них на сайте, по-моему, не опубликовано на каком классе. В этих докладах они упоминали, что, в общем-то, это, что-то помню, 5 машин в кластере. И они вот на лету это позволяют пересчитывать. Стандартные красивые картинки. Некоторые ребята любят крайне тяжелые наркотики. Это Mapbox и MapZ. И они пытаются делать бигдату на Node.js. Это очень интересные доклады на различных конференциях. Но, к сожалению, в продакшены так и не вылезают. Например, Mapbox на Node.js делал генерацию тайлов на лету, используя множество процессоров как на сервере, так и на клиенте. То есть они нарезали часть тайлов на сервере, часть на клиенте. Клиент тоже страдал. Mapbox любит заставлять страдать клиента. В MGL все дела. В MGL вообще на Node.js умудрился написать гео-кодер, который тоже использовал многопоточный режим PLS. Он у них даже работает классно, красиво. В принципе, MapZ очень любят, как они это называют, тайловую структуру своих проектов. У них даже их движок для маршрутизации, по сути, тайловый. Но в гео-кодере у них все равно внутри Elasticsearch. На Elasticsearch еще довольно интересный проект. Это Proficient. Это гео-кодер от FOSPAR. Они использовали у себя GeoNaze, OpenStreetMap, NaturalGearth, что-то еще забыл. И у них все написано Elasticsearch, все open-source-но, все наступно. Базово все. Что касается проприетарных ребят, они тоже пытаются что-то сделать. Недавно Esri разродился. Но у них такой, как обычный подход. Одно кольцо, чтобы улететь всеми. По этому получился такой монстр, который одновременно и Rastro умеет жевать, и Vector жевать, и теперь и пространство-временные данные. Кстати, все тупит, тормозит. И по отдельности каждый из этих движков его улет в бенчмарках. Но с другой стороны, большинство бенчмарков пуск кейс все равно рубят все эти движки. Потому что кейсов на такое количество данных, увы, нет. Пока все. Вопросы? Я ждал этот вопрос. Есть какой-то кейс, чтобы бросить постгиз и сбросить какой-то один из этих движков? С постгизом? Ну, бросить нет же. А, бросить постгиз. В принципе, единственный из вариантов, которые я нашел реального использования. Во-первых, нам он подходит в условии, когда у нас реально данных терабайтов. У нас есть база твитов, либо есть база сотового оператора. Там этих записей терабайты и терабайты. Либо банковские операции. Там тоже миллиарды записей. И здесь никакая реальционка в принципе не может переварить это количество записей. Здесь уже требуется некая распределенная штука. Все это разложил. Спарк удобен тем, что он все-таки, зараза, шустрый. И это позволяет, в общем-то, обогдать в этих запросах постгиз. Постгиз там, вот, с банковской операцией постгиз просто помирает. Если с твитами, ну, постгиз жует-жует, но очень долго жует. 9.5 или 9.6? 9.6. Не параллельница? Нет, он параллельница, да. Да, но просто спостгизм какая штука? Честно говоря, в кластерах у нас пока не получается нормально спустить, чтобы распределенная штука. То есть у нас есть спостгизм, с постгизм хорошо работает вертикальная шагеря. Вот, горизонтальная с ним работает плохо. Сосос. Ну да, но тяжело. Можешь пояснить вертикальная и горизонтальная? Вертикальная это когда мы наращиваем один сервер, то есть говорим, поставим на него терабайт оперативки. И четыре процесса. А горизонтальная, это когда мы говорим, мы не будем закупать вот эту машину, там есть какая-нибудь Oracle Teradata, такая Pandora многомощная. Там стоит супер-мега Oracle, заточенный специально под эту машину. Да, там Oracle классный, но он стоит такое решение в серии десятки тысяч долларов. А такое дело, когда мы можем взять много маломощных машин, объединить их в кластер, и пусть, в принципе, производительность у нас может быть не такая высокая, как если бы мы за те же деньги пытались построить большой сервер. Но при этом мы можем потихоньку добавлять туда мощностей, а не покупать очередную большую батуль.